Продолжение следует... В аннотации к этому докладу я написал, когда посылал и то, что было в разосанных аннотациях, потому что я написал не совсем то, что у меня получилось. Дело в том, что я много лет пытаюсь сделать как бы один и тот же доклад по методу. Он заключается в том, чтобы на какую-то тему выписать все слова употребления Мандельштама. Естественно, что когда говоришь выписать слово употребления на тему, то здесь есть некоторая контрадикция, потому что какие слова выбирать, это остаётся, так сказать, на долю, на усмотрение моей памяти. Какие вспомню, те и найду. В данном случае я попытался сделать это с анималистической лексикой. Наверное, сейчас к этим выпискам вообще не буду особенно обращаться по очень простой причине. Я вот в таких попытках был, наверное, около десятка. Ни одного из этих докладов мне не удалось не только закончить, но подойти примерно, исчерпать первую треть собранного материала. Просто когда имеешь выписки всех словопотреблений, то они никогда не умещаются в рамке доклада. Я попытался… Что всё-таки из этих выписок интересно? Я попытался выписать отдельно животных, то есть зверей, птиц, присмыкающихся и насекомых. Значит, чрезвычайно звери, собственно, у Мангерштама довольно обычный набор. Единственная, пожалуй, такая уж выпирающая экзотика – это дважды упоминаемый тапир. Давайте жить во времени, где нет ни волка, ни тапира. И почему, собственно, здесь тапир, у меня нет никаких гипотез. Но что-то… Это не объяснение. Значит, но что любопытно, что из числа домашних животных, которые… Ну, оставим в стороне знаменитый анекдот, рассказанный Цветаевой, да, когда ягнятые валы на тучных пастбищах плодились, значит, Цветаева говорит, что ягнятые валы не плодятся. Вот. Но у Мангерштама нигде нет ни одного упоминания свиньи. Может быть, это надо относить на, так сказать, национальный счёт, не знаю. Но, значит, свиньи нет даже там, где она упомянута. Когда он в статье говорит, зачем дуб, когда есть жёлуди, то и здесь, значит, это свинья не упомянута. Между тем, эта басенная тема, которая здесь проявляется, она как раз очень характерна для Мангерштама. И вот этот пример я бы хотел прочесть. Он показателен для трактовки анималистической темы Мангерштама, тем более, что это текст 30-х годов. А понятно, что, так сказать, степень знакомства Мангерштама с биологией резко меняется в 30-м году. У Ламарка басенные звери. Они приспосабляются к условиям жизни полуфонтену. Ноги цапли, шея утки и лебедя, язык муравьеда – вот ещё одна экзотика. Асимметричное и симметрическое строение глаз у некоторых рыб. Глаза рыбы он упоминал ещё, когда говорил о Хлебникове, что сфотографировали глаз рыбы и, значит, описывает, так сказать, историческое зрение Хлебникова, примерно как такой вот рыбий глаз. Ла Фонтен, если хотите, подготовил учение Ламарка. Его умничающие, морализирующие, рассуждающие звери были прекрасным живым материалом для эволюции. Они уже разверстали между собой её мандаты. Парнокопытный разум млекопитающих одевает их пальцы закруглённым рогом. Кенгуру передвигается логическими скачками. Эта сумма, читаю в описании Ламарка, состоит из слабых, то есть примирившихся с своей ненужностью передних ног, из сильно развитых, то есть убеждённых в своей важности, задних конечностей и мощного тезиса, именуемого хвостом. Уже расположились дети играть в песочек у подножья эволюционной теории дедушки Крылова, то бишь Ламарка Ла Фонтена. Ну, отголосок фразы капитана Лебяткина «Поставлен памятник для их в детском возрасте» здесь, несомненно, присутствует. Но тут интересно отметить, что вот этот круг, как бы сказать, этот круг мета-терминов, то есть не названий животных, о которых в первую очередь думаешь, когда говоришь о бестиарии, а терминов биологии, класса животных. Но вот тут как раз и интересно, что впервые термины такого рода появляются задолго до знакомства с Кузиным. Уже в стихах 1923 года, значит, опять войны разноголосится, а вам, летающим, под честь войны за власть немногих, хотя бы честь млекопитающих, хотя бы совесть лостоногих. То есть, как выясняется, биологическая терминология входила в словарь Мандельштама задолго до того, как это, ну вот как это могло, когда это получило мотивировку, так сказать, дружба с Кузиным. Теперь я бы хотел привести еще один пример из, так сказать, такой... Может быть, интереснее начать с другого. Значит, стихотворение, которое более всего, пожалуй, насыщено вот этой животной лексикой, это, разумеется, зверинец. И здесь любопытно, что часть этой лексики входит в такую ретроспективную утопию или вообще некоторую историю, в которую включаются отношения человека и животных. Я имею в виду начальные строки. Козлиным голосом опять поют косматы и свирели, где, ну понятно, что козлиный, так сказать, не это... Это трагедия, все это... Но за этим идет... Пока ягнятые валы на точных пастбищах водились и дружелюбные садились на плечи сонных скал орлы, германец выкормил орла, и лев британцу покорился, и гальский грибень появился из петушинного хохла. То есть, значит, из, ну как бы, реальных, исторических животных, из животных золотого века, мы переходим в область геральдики эти и войны. Значит, а ныне завладел дикарь священной полицией Геракла и так далее. Но тут есть целый ряд таких странных ассоциаций. Если, например, дружелюбные садились на плечи сонных скал орлы, очень вероятно, что эти плечи не случайные. Хотя, так сказать, классическая наука Мандельштамя не устает напоминать, что Мандельштам выучил итальянский чуть не раньше, там, 30-го года. Тем не менее, всё-таки эти плечи кур появляются в 16-м стихе первой песни «Инферно». То есть, сразу после вот этой начальной метафоры трёх зверей, которые преследуют Данта, значит, это первый первый проблеск надежды появления луча солнца на плечах гор. По-итальянски плечи здесь нормальное слово, так же, как подошва для горы. По-русски оно нетривиально и, кажется, не входит ни в один перевод. Потом это сочетание отразится у Набокова, но он его вязал, скорее всего, из английских переводов божественной комедии, где эти плечи переводятся во всех переводах, которые мне удалось посмотреть. и далее. Далее, значит, очень, по-моему, показательный контекст. Значит, я палочку возьму сухую, огонь добуду из неё, пускай уходит в ночь глухую, но и всполошённое зверьё. Петух и лев, широкохмурый орёл и ласковый медведь. Мы для войны построим клеть, звериный пригреем шкурой, и я пою «Вино времён» источник речи итальйской и в колыбели проарийской славянский и германский лён. Значит, этот лён я комментировал ещё в начале 70-х годов, но важно то, что, по-видимому, так сказать, для Мандельштама, ну, как бы сказать, такая рубрика, мотив, гипермотив животных не разделен с гипермотивом растений. Вот этот переход к льну, который, так сказать, взят на самом деле из этимологического словаря, свидетельствует об этом. И, кстати, дальше мы встречаем тот же ход, что был со свиньёй. «Италия, тебе не лень тревожить, рима колесница, скудахтанная домашняя птица, перелетев через плетень». Теперь, что я ещё хотел бы отметить, это, собственно, наблюдение не моё, оно когда-то было высказано Александром Фимовичем Парнисом в 1991 году в Лондоне в прениях. Я тогда был согласен с этим утверждением, впоследствии некоторые сомнения у меня возникли. Сейчас я попробую их изложить, но для начала покажу эти аллегории. Это бой у острова Гильгаланд. Значит, это аллегория уничтожения Раимского собора. Эти три картинки, других копий я не нашёл, принадлежат Георгию Нарбутову. Но беда заключается в том, если пытаться их представить как подтексты мандельштамовских геральдических дверей, что все три картинки, которые у меня есть, появились в журнале «Лукоморье» в 2016 году. Первый черновик зверинца, в котором этот мотив уже есть, датирован 11 января 2016 года. То есть это никак не получается. Возможно, что мне просто пока не удалось, я не проверял по сплошному просмотру «Лукоморье», но вообще весь цикл датируется 2014-2016 годом. Так что возможно, что что-то из этого цикла появлялось раньше и могло действительно быть источником мандельштама. но здесь пока ничего внятного сказать про это не могу. Да, значит, есть еще один. Конкретные параллели можно было бы… То есть, понимаете, здесь, если мы не пытаемся ввести какую-то систематику, то интересно искать разного рода нетривиальные употребления, но известное, по-видимому, комическое… В системе мандельштама это комическое стихотворение, эпиграмма. Мне вспомнился старинный апокриф, «Марию лев преследовал в пустыне», где речь идет о Марии Петровых и Льве Гумилёве, так сказать, хотя лев в описании, и кожа мягчлена, кривыми и сцарапана когтями, значит, так сказать, вполне зооморфный. Ну, значит, тенденция к таким метатерминам, к родовым названиям, в каких появляются, в случаях, птицы чаще всего, значит, и называются именно птицы, исключение, пожалуй, щегол. Рыбы употребляются гораздо чаще, чем чуть ли не единичная щука, и счетчий суд. Значит, довольно много насекомых, это понятно, но отчасти о насекомых, написал Фёдор Борисович Успенский, так сказать, я не буду комментировать его работу, у меня есть к ней претензии, но в его отсутствие это обсуждать не имеет смысла. Единственное, что, может быть, стоит заметить, значит, Успенский говорит, что не нашлось никаких источников объяснений для переноса ударения в слое стрекозу, да, дайте тётчеву стрекозу, потому что нигде в, так сказать, ну, у тётчевого стрекоза вообще встречается один раз, но, значит, нигде в смежных, сходных текстах такого ударения нет. Единственное, что приходит в голову в качестве объяснения, может быть, просадический контур слова цикада, поскольку стрекоза у Мандельштама довольно часто выступает, по крайней мере, в контексте, дайте тётчеву стрекозу, выступает в старом значении кузнечик, в том же значении, что у Крылова, вот, значит, второе, ну, вот ещё о насекомых, может быть, стоило бы отметить в одном из вариантов Ариоста, есть такое соседство, метанимическая связь строк, крылатый, в степи полуденный кузнечик мускулистый, крылатые лошади подковы тяжелы, крылатые лошади – это гиппогриф, тут всё, так сказать, понятно, но, тем не менее, кузнечик по-украински коник, или кобылка ещё в каких-то диалектах, то есть такой обычный для билингвических каламбуров приём, когда, значит, рядом помещаются сопоставляемые слова. Ну, и цикада появляется в том же стихотворении на языке «Цикад – пленительная смесь», и дальше, значит, «В сетке синих мух уснувшему детяти» рифмует монаху «Ягнёнку на горе, монаху на осляте». Значит, кроме насекомых, которые названы таким образом, мы прошли отряд насекомых с наливными рюмочками глаз, вообще, надо сказать, что само стихотворение о Ламарке его сюжет, вот этот катабазис по, так сказать, иерархической эволюционной лестнице, спуск вниз, он имеет, по-видимому, это такая, ну, одна из важных мандельштамовских моделей. То, что я сейчас говорю, когда-то как-то импровизировал устно роман «Давыдович Тименчик», по-моему, это нигде так и не было записано, а между тем здесь есть очень интересная мысль, что вот эта лестница Ламарка, которая мыслится именно как движение вниз, находит аналог в книжном шкафе. Значит, книжный шкаф, в котором, значит, стоят русские книги, затем немецкие, и в этом смысле к немецкой речи это движение к немоте, как и в Ламарке, довольно полнозвучие, это напрасно Моцарт любил, наступает глухота паучья, здесь провал превыше наших сил, и, наконец, значит, на самом нижней полке вот хаос иудейский, так сказать, омут, родимый омут, это уже все было подробно рассмотрено Раненом в свое время в статье «Аврейская энциклопедия» в стихах 30-х годов, в основном не начало 30-х, не периода дружбы с Кузиным, а уже в Воронеже появляется какое-то количество, появляются, так сказать, темы, связанные с... Ну, тут я... Может быть, моей биологии уже не хватает, чтобы это правильно классифицировать, но это моллюски, черви. Черви, впрочем, появляются еще в стихотворении 30-го года. Держо Париж, что нынче 31-го, прекрасный, прошу прощения, 31-го, конечно, года, прекрасный год в черемухах цветет, что возмужали дождевые черви, и вся Москва на яликах плывет. Один биолог, не зная его имени, это был такой застольный разговор, сказал мне, что дождевые черви имеют тот же состав крови, что человек. Ну, и дальше в том же стихотворении появится «Лягушачья кожа воздушных шаров». Значит, и у меня есть подозрение, что, так сказать, вот эта тема ну, как бы таких отвратительных животных, да, к которым, ну, частично принадлежат и моллюски. Ну, еще в 20-е годы появляется, словно розу или жабу, он берег свое лицо тоже к теме животно-растительного симбиоза. Ну, это обычно связывает с есенинским, строчкой «Розу белую с черной жабой я хотел на земле повенчать». Значит, ну, например, нереиды, мои нереиды, вполне может быть обращением не только к дочерям нереи, но и к определенному, это какие-то такие мелкие морские существа, я плохо себе представляю, как они выглядят, но они существуют. И вот в этом смысле очень любопытно, любопытен термин, который стал таким принятым принятым в индустрии метатермином, термин «двойчатка». Им пользуются очень многие, особенно, там много о нем писал Михаил Иванович Гаспаров. Ввела его впервые Надежда Яковлевна и ввела, несомненно, удачно, но совершенно ясно, что сам Мандельштам абсолютно не имел в виду такого значения. Вот два стихотворения из одного корня, два равноправных варианта одного стихотворения. У него слово «двойчатка» появляется два раза, собственно, в одной и той же строке, но в разных стихотворениях, а именно из звуков стакнутых прелестные двойчатки боюсь открыть ножом двустворчатый жемчуг. Здесь слово «двойчатка» употреблено в словарном значении, то есть предмет, состоящий из двух одинаковых половин или предметов. И может означать, речь идет или о парной рифме, или о зияниях, или во всем случае о любой паре одинаковых фонем. однако. Вот я прочту определение этого слова «удхаля». Двойчатка, двоешка, двач предмет, состоящий как бы из срослых двойней близнят, двойной орех или миндаль, срослый или два ядра в одной скорлупе. Мотив, который мы знаем у Кушкина. Два срослых плода, двойчатка счастливая, срослые же кристаллы или двойник и прочее. Серьги двойчатки с двумя подвесками, запонка двойчатка, состоящая из двух пуговок на стержне или цепочки, плетка двойчатка двухвоста, морской слизень, дифия, двойчатки попугайчики, живущие только четою, неразлучны. Значит, есть ли двойчатки? То есть, на первый взгляд значение моллюска здесь абсолютно неуместно, но напомню, что весь этот контекст окружён морской тематикой, что если ариосты, та, соображающая нас, чудовище с лазурным мозгом и чешуё из влажных глаз, и сама тема жемчужницы, собственно, подразумевает именно раковину, боюсь открыть ножом двустворчатый жемчуг, то есть, открыть раковину. Жемчуг этот, так сказать, одновременно появляется в разговоре о Данте в Черновиках в связи с Пушкиным. Мужской жемчуг по русской поэзии, значит, белые зубы Пушкина. Очень любопытно, кстати, сказать, что жемчуг, что зубы в разговоре о Данте это Пушкин, а у Цветаева это Дантес с возможным каламбуром на, так сказать, корне Данте, но это уже несколько безвкусно, что, в частности, доказывается тем, что этот каламбур эксплицирован применительный к разговору о Данте в книге «Амелина и Мордор», которая вкусом не отличается. Значит, вот и по-видимому, так сказать, вот это ну, как бы сказать, если верно, что, так сказать, такие скрыто-зоологические темы присутствуют в нереидах и в двойчатках, то это, по-видимому, связано именно с морской темой, вот с этой ностальгической морской темой, ой, если бы распахнуть, да как нельзя, скорее на Адриатику «Широкое окно», я писал о том, что эта так сказать, ностальгическая тема связана отчасти с особенностями Воронежа, как многие гористые, холмистые города, он так сказать, провоцирует на мысль о море, то есть улица, которая упирается в горизонт, так сказать, заставляет думать, что за ней должно быть море, и этот эффект действительно характерен для называемой Мандельштамом Ферраре, то есть город, лишившийся моря. Мандельштамом «Широкое окно» «Широкое окно» «Широкое окно» примерно. Нет, благо я не пытался исчерпать словарь, то в общем вполне можно остановиться здесь. Спасибо. Спасибо.